Да, церковь против абортов, но кому это интересно? Много ли ваших неверующих друзей готовы отказаться от своих взглядов только потому, что церковь что-то там запрещает? Наверное, ни одного. Вот и мне стало интересно, а можно ли раскрывать тему абортов, не прибегая к привычным церковным авторитетам? То есть не использовать ссылки на писания, церковные документы и мнения святых? Я не знаю, тут сложно обойтись без холиваров, потому что слишком много замешано эмоций, личных амбиций, идеологии и политики, идешь как будто по минному полю. Но я постараюсь быть аккуратным. Возможно, скажу какую-то глупость. В таком случае буду рад корректному и аргументированному разъяснению. Да и вы, будьте милостивы друг другу в комментах. Примерно 97% интернет-дискуссий о допустимости аборта моментально скатываются к вопросу. Эмбрион – это человек или нет? И если да, то на каком основании? А если нет, то почему? И тут понимаете, какая проблема? Это исключительно морально-философский вопрос, ответ на который не зависит от каких-либо объективных данных. Смотрите, с точки зрения только биологии, человеческий эмбрион – это отдельный организм вида Homo sapiens, а не какая-то там безродная зверушка. И здесь многие сходу заявляют, что если эмбрион относится к нашему с вами виду, значит он должен обладать всеми человеческими правами, в том числе и правом на жизнь. Лично я с этим согласен, но не все так просто. Дело в том, что человек как субъект правовых отношений и то существо, которое биологи относят к виду Homo sapiens, далеко не всегда совпадают. Например, каких-то 300 лет назад сапиенсы с неправильным цветом кожи не считались полноценными людьми, потому что, как тогда думали, у них нет души, что бы это ни значило. А значит, с ними можно было делать почти все, что угодно – покупать, заставлять работать, насиловать, плохо кормить и даже убивать. Сегодня мы осознали ошибки прошлого и отошли от такого варварства. Это хорошо, но плохо то, что многие люди ввели для сапиенсов возрастной ценз. То есть для того, чтобы считаться человеком и получить доступ к базовым правам, в том числе и к праву на жизнь, сапиенсу сначала нужно дожить до определенного возраста. Обычно речь идет о 3-6 месяцах с момента зачатия – время, когда у плода появляется и начинает работать нервная система. А теперь вопрос – в чем разница между критерием возрастным и критерием по цвету кожи? Она в обстоятельствах, да и то весьма условная, потому что цвет кожи можно поменять, а современная медицина сохраняет жизнь даже экстремально недоношенных детей. Но сущностно эти критерии одинаковы. Ровно с таким же успехом мы можем ввести ценз по уровню интеллекта, умению ходить на голове или вышивать крестиком. Результат будет одинаковым. Сапиенс останется сапиенсом, это научный факт, с которым не поспоришь. А вот статус человека мы будем выдавать в соответствии с обстоятельствами и волевым решениям политиков. Поэтому тезис о том, что аборт – это убийство, вокруг которого вращаются почти все наши споры в интернете, по-моему, работает не так хорошо, как многие себе представляют. Если спорщики по-разному определяют, что такое человек, то найти общий язык им будет так же сложно, как договориться слепому с глухим. Это возможно, но требует внимательности, терпения, взаимного уважения и желания помочь друг другу. В общем, тех качеств, которых нам не хватает в жизни. Лет 8 назад в британском научном журнале «Медицинская этика» появилась статья «Постнатальный аборт. Зачем ребенку жить?», вокруг которой случился скандал, докатившийся и до наших с вами просторов. Авторы пишут, что поскольку новорожденный еще не осознает себя и не оценит свою жизнь, интересно, как это вообще можно проверить, он не является полноценной личностью. А раз так, то малышей можно лишать жизни ровно по тем же причинам, по которым совершаются аборты. Во-первых, говорится в статье, современная медицина не идеальна. И иногда, вопреки всем прогнозам, на свет появляется ребенок, например, с синдромом Дауна. Если его убить, то достигаются те же цели, что и при аборте. Ребенку не придется страдать, а его родителям и обществу не нужно будет тянуть на себе тяжелую социальную ношу. Однако подавляющее большинство абортов совершаются не по медицинским показаниям, а просто потому, что дорого, негде, некому содержать, плодят нищету и вообще нечего появляться на свет, если тебе не рады. И если такой ребенок, вопреки всему, появляется на свет, авторы не видят проблемы в том, чтобы специально сертифицированные специалисты где-нибудь в подвале гуманно лишили его жизни. Ну, то есть, попросту говоря, убили новорожденного. Пока это только разговоры. Но, с другой стороны, с момента первой в истории легализации массовых абортов прошло всего лишь 100 лет. Что не так-то и много, когда речь идет о морали и нравственности. И где мы окажемся еще через пару десятилетий? Хороший вопрос. Возможно, человечество действительно перейдет от теории к практике и начнет убивать своих детей, называя это каким-нибудь новым гуманным словом. Понимаете, проблема в том, что все аргументы, которыми оправдываются массовые аборты, в том виде, как они существуют сегодня, легко можно применить к другим группам населения. Было бы желание и политическая воля. Мы всерьез рискуем заново приоткрыть для себя Евгенику и Унтерменьшей. По крайней мере, зачатки теоретической базы для этого у нас уже есть. И статья из журнала «Медицинская этика» далеко не единственная работа по теме. Все, о чем мы говорили выше, это, конечно, хорошо. Но для реального решения проблемы одних только слов недостаточно. Хотя они важны. На практике люди не особо задумываются о последствиях своих поступков и идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая самое простое решение из доступных. Поэтому для того, чтобы реально бороться с абортами, нужно понять, почему люди массово их совершают. А для этого необходимо расписать отдельную условную человеческую жизнь от самого зачатия и посмотреть, где, что и на каком этапе можно поменять в лучшую сторону. Вот забеременела женщина. Ее обычно ставят на учет, обследуют и сопровождают беременность. Замечательно. Но зачастую здесь уже совершается ошибка и собирается первый урожай абортов, когда любое отклонение от нормы, даже незначительное, трактуется как повод к прерыванию беременности. Далее. Ребенка сначала нужно где-то родить, потом куда-то отдать. Сначала в детсад, затем в школу и на кружки. И вот на этом длинном и интересном пути возникают тысячи вопросов. От банального где достать денег и кто будет таскать коляску на пятый этаж в доме без лифта до сложных моментов, таких как давление окружающих, желание построить профессиональную карьеру, общественное мнение по теме и так далее. От ответов на все эти штуки и зависит демография. Конечно, церковь можно и нужно критиковать за ограниченность и недостаточную эффективность наших социальных программ в вопросах материнства и детства. Но с другой стороны, мы не можем заменить собой ни психологическую службу, ни пенсионный фонд, ни фонд соцзащиты. Да не должны. У нас есть своя зона ответственности. Мы верим, что жизнь человека универсальна. И поэтому, когда речь заходит о ее непрекосновенности, совершенно не важно, верующий ты или нет. Мы говорим, что массовый аборт — это посягательство на жизни людей, на ранней стадии их развития. А все остальное — это напрасное увеличение рисков быть загнанными в угол эристической ловушки. А потому мы призываем всех и каждого видеть проблемы и исправлять их, насколько это возможно. Аборт — это не отмена беременности, а очередной судьбоносный выбор между «была беременна и родила» с одной стороны, и «была беременна и сделала аборт» с другой. Третьего не дано. Вернуться в состояние до этого выбора, если уж он наступил, не получится. Но последствия его глобальны, как для отдельно взятой семьи, так и для всего человечества в целом. Если женщина не хочет беременеть и рожать, то в лаке и в руки никто не заставляет. Но рассматривать аборт в качестве всего лишь средства контрацепции, как это зачастую происходит в нашем мире, — дичь и варварство с любой точки зрения. Друзья, я специально употреблял фразу «массовые аборты в том виде, как они существуют сегодня». Без конкретики. Дело в том, что реальность намного сложнее и тоньше любого ролика на ютюбе. И предусмотреть все нюансы, когда речь идет о жизни и смерти, особенно в формате короткого видоса, просто невозможно. Это слишком деликатная тема. А потому снова прошу вас, когда будете писать комментарии, будьте милостивы друг другу. И напоминаю о том, о чем говорил в самом начале. Я старался быть аккуратным, но, возможно, сказал какую-то глупость. В таком случае прошу прощения и буду рад корректному и аргументированному разъяснению. А я благодарен, во-первых, Алексею Новикову, который выдал вот такую вот топку идеи, и далеко не все они влезли в этот ролик, потому что получилась бы целая лекция. Во-вторых, отцу Сергию Лепину, тоже мысли и тексты которого я честно использовал. Ну и всем вам, тем, кто вычитывал сценарий, кто вообще смотрит и поддерживает ролики на Бусти. Ссылка в описании. До скорого.